Тысячи мусульман Казахстана готовятся встретить Кадыр-Туне. Это священная для верующих ночь предопределение. Ее проводят в молитвах и обращениях к Всевышнему. Наш корреспондент Гафу Али сейчас находится в центральной мечети Алматы. Гафу, добрый вечер. Какая атмосфера вокруг? Доброй ночи, Вера. За всех ответить не смогу, но лично я с Жамагатом провожу эту ночь как положено. По всем канонам ислама. И несмотря на то, что весь центральный зал мечети почти полностью забит, народ продолжает пребывать. Уверен, что такая обстановка наблюдается сейчас во всех мечетях Алматы. Ведь мусульмане верят, что в ночь предопределения к пророку Мухаммаду, да будя доволен им Аллах, спустился ангел Жибраил, который передал ему Коран в одну из десяти последних ночей месяца Рамазан. Именно поэтому награда за совершенный в Хадртене намаз подобна тому, как если бы молитва читалась на протяжении 83 лет, считают верующие. А само название ночи, Ля-Ля-Туль-Кадр или Аль-Кадр, переводится с арабского на как ночь предопределения и могущества. Но есть также и альтернативный перевод. Он означает ограниченность. Ограниченность, потому что знание о том, какая из ночей очередного месяца Рамазан будет в Хадртене намеренно ограничено Всевышним. И в эту уже ночь люди должны стараться возместить пропущенные намазы, читать священный Коран и простить былые обиды, проанализировать свои ошибки и строить достойные планы на будущее. И я, наверное, должен рассказать о том, как правильно нужно встречать Хадртене. Перед наступлением священной ночи верующие совершают полное омовение, то есть русул. Мусульмане просят прощения за совершенные грехи и делают туба, то есть покаяние. И в эту ночь не рекомендуется спать, нельзя сквернословить, а также проводить время в развлекательных местах и бурно веселиться. В целом у меня на этом все. Вера, передаю слово тебе. Спасибо большое. Гафу Али был на прямой связи из Алматы, из Центральной мечети. Благодарю.